всем привет продолжаем но не продолжаем и начинаем обзор нового движка для создания игр и на этот раз у нас gold dot вот это мой первый запуск и я даже еще не устанавливал то есть то есть то есть все по-честному я уже подобный обзор делал на дефолт движок то есть там тоже вот в режиме реального времени рассматривали движок создавали игру надеюсь здесь тоже есть документация потому что честно я еще тут ничего не клацал я прокладывал различные движки и смотрю вроде в этот красивенький такой надо бы рассмотреть и так чё у нас тут есть различные пути создания игр воде ухтык 3d но должны понимать что это не так быстро это все делается 2d игры можно делать открытые исходные коды документация продонатить можно но было бы чем продонатил обязательно но пока нечем так ладно вопрос не в этом вопрос в том как его установить но начинаем download так у меня у меня есть linux и linux 64 vita шутка бита так ну давайте я сейчас это все скачаю а также даже доступен в steam опачки это уже интересным так 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 давайте запустим steam итак запустил я steam и вот доступна установка ну давайте create 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 и требуется один гигабайт ну пока пока будет устанавливаться устанавливаться пока будет устанавливаться где то это я в браузере давайте может быть вкратце глянем чё у нас тут пароль забыл к стиму так давайте есть дело нас тут вот он наш движок так и чё у нас тут есть ну увидели так у меня установка идет идет 9 минут ну хорошо так здесь можно 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 создавать игры это хорошо давайте давайте посмотрим фичи фичи я думаю вы сами посмотрите 3 время тратить не будем давайте сразу лен изучение и чё у нас тут есть у нас тут есть руководство 2d 3d аудио физика математика и все такое так 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 будут api но я не буду тратить время на весь этот разбор api возможно когда видео соберет 5 миллионов просмотров то можно будет конечно же к примеру разобрать что тут меньше всего меньше всего наверно inputs вот ну шутка такая да шутка юмора так и наверное начнем step by step step by step и вот здесь вот здесь вот здесь вот наш бы стэп бай стэп и начинается стэп бай стэп с описание редактора хорошо давайте тогда дождемся установки я запущу редактор так вот он 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 устанавливается хотя вот осталось 44 секунды ну да ладно остановим пока запись итак установилась установился наш год до теперь давайте его запустим ланч так я нашел нет а вот вот так чё у нас тут что я успел прочитать чуть-чуть да вот у нас есть редактор здесь у нас язык можно выбирать также есть шаблоны очень замечательно когда есть какие-то шаблоны под какой-то язык вот как в пути есть пяти да есть шаблоны примеры так ладно это project list и вот пример и примера я так понимаю игрушек хорошо но мы пока пройдемся по стэп бай стэп чё не там так локализация не маленькая русский на русский мы ставить не будем попробуем все-таки на английском так как черный стартер так как так как руководство у нас на английском соответственно могут быть какие-то перед проблемы в переводах дата менюшек будем до тупить так что нам нужно сделать так чтобы создать новый проект кликните new project делаем и где у нас new а вот new project дать сама еда ешка или как это назвать project manager чуть-чуть такой непривычный но давайте давайте создадим проект и давайте назовем один короче project 1 или парк один вот так вот так создал и создаем клеит in едит 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 так и у нас здесь появилась сцена правой кнопкой зажимаю и кручу верчу но 3d я не хочу я хочу 2d 3d мы всегда успеем подойти так возвращаемся к нашему руководству и что у нас тут создали создали так что там нашему стебу здесь просто писание ну еще основных элементов редактора и что я здесь понял как бы пока ничего сложного это на у нас ресурсы нашей игры это это там всякие тоже тут иконки картинки тоже ресурсы дальше у нас есть два режима 2d 3d дальше скрипты и мы можем создавать какие-то скрипты и здесь даже он есть онлайн docs и набор каких-то готовых решений я так понимаю я еще это не клацал но здесь он прям мы можем даже выбрать откуда вот и какие-то наборы готовых возможных эффектов каких-то решений и чего-нибудь еще так дальше сама сцена что здесь то есть мы можем добавить и добавить здесь немало чего но 2d какие-то control и ну control это вон поля для ввода кнопки там всплывающие подсказки но до 2d это чё это линии какие-то полигоны то есть какие-то графические объекты как animation player аудио player htp request и таймеры viewport и и и и и так далее вот ну чё тут можно сказать можно сказать что по ходу довольно таки серьезная вещь то есть мощная возможностей по идее здесь немало так как много-много всяких кнопочек но всяких каких-то элементов можно по создавать вот ну давайте перейдем все-таки степ-бэй-степ и посмотрим есть ли у нас здесь какая вот ее ферс г наша первая игра ну давайте наверное не первая игра а вот сцены и какие-то узлы вот давайте пройдем вот это обучение дальше дальше думаю доберемся до нашей первой игры ну может быть я не уверен что все это я буду проходить но 5 первую игру мы точно пройдем по папа руководство так и так приступать и и что у нас тут написано так представьте что вы не разработчик игр а повар какой-то вот ладно это читать не буду типа как повар вы создаете рецепты а вот а рецепты делятся на две секции и первое это ингредиенты вторая какие-то инструкции для приготовления вот и все здесь состоит из каких-то узлов и каждый узел каждый узел у нас получается отвечает что-то за проигрывание звуков что-то за отрисовку 3d что-то показывает картинки и все такое вот и и что такое узлы в данном случае так узлы все здесь основано на узлах и каждый узел как было вот здесь описано может выполнять конкретно с определенные роли это может быть картинка то может быть проигрыватель это может 3d модель либо же узел может состоять из набора под узлов вот но в любом случае любой узел у любого узла есть имя есть редактируемые свойства также любой узел может получать колбак то есть уведомление для каждого кадра то есть когда будет отрисовываться кадр а вот так же каждый узел может быть расширен ну и может быть добавлен к другим узлам как ребенок ну понятно то есть как бы создавая какой-то мир либо модели либо там еще чего-нибудь мы все это лепить будем лепить с помощью узлов вот 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 ну к примеру первое 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 что я представил это может быть картинка какая-то который будет двигаться вот здесь этот звук может проигрывать а вот здесь этот узел отправлять запросы куда-то там на сервер а в целом вот какой-то объект будет состоять из трех узлов и у каждого зла свое предназначение и так идем дальше так следующим важным элементом является сцена а сцена а состоит из узлов а вот и сцена что такое сцена сцена всегда в цене есть только один узел корневой узел сцена может быть загружена на диск или загружена обратно а вот 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 запуская игру на это запуск игры означает запуск сцены проект может содержать несколько сцен но в данный момент там этом работать может быть работать может только одна кроме всего прочего мы уже видели в редакторе есть возможность есть 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 возможности для редактирования 2d и 3d сцен и так нам здесь предлагают создать новый проект но новый проект мы создали уже и открыть редактор и в редакторе в редакторе в редакторе добавить hello world ну давайте сделаем не отходя от кассы вот здесь о чем там добавлял плюсик нажимаем то есть вот у нас редактор 3d включаем так так это я среднюю кнопку зажал а это правую зажал на на средний так и нам нужно добавить нужно добавить лайбл давайте добавим лейбл найдем здесь фильтр лейбл вот он и и и так это узел получается да добавляем лейбл чё нам надо дальше сделать дальше дальше инспекторе вот есть найти текст свойства текст вот оно и написать вот так есть сделал она переключилась на 2d почему-то ну да ладно так дальше все готово для запуска сцены нажмите f нажмите play сцена или горячую клавишу f6 где тут и а вот-вот играй сцену это чё такое счета repaint а надо сохранить сцену так давайте я запускаю полезно это никогда не вот об этом нам тоже здесь говорится сохраните сцену хорошо как ее сохранять ну давайте давайте сохраним хэллоу как и в руководстве хэллоу сэйм сохраняем вот запустили вот наши сцены вот наш хэллоу ворд круто круто ладно продолжаем не но в целом уже не так все страшно мы уже что-то добавили можно экспериментировать добавлять вот но это дальше так что нам говорят дальше настроить проект как его настроить нужно project project settings хорошо project вот настройки проекта ого настройки снимала кстати немало и нам предлагает перейти в ран и вот здесь что-то то и настроить и чё тут надо настроить так 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 и а надо выбрать главную сцену вот она где ее выбрать а вот main сцена вот ну да как было сказано сцена может быть только одна ну в текущий момент и при старте тоже должна быть какая-то главная сцена вот выбрали главную сцену вот я указал это хэллоу сцена и и теперь я могу нажать f5 f5 и запустить вот я запустил и вот наша 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 первая сцена ну это хорошо идем дальше что у нас там дальше так нихт нихт нажимаем нихт и в них те в них те мы научимся что-то здесь создать класс здесь мы научимся создавать стены более того не просто стены здесь еще обработка столкновений и какая-то даже физика судя по туториалу совсем чуть-чуть ну давайте в этом видео это и сделаем говорят скачайте скачать и чтобы изучить как работ как это все работает так я скачал это разархивировал выйти опан есть project manager так и импорт сделаем импорт выберем папку папочка меня вот тмп гудот разве это она вроде нет сейчас гляну в силу того что у меня этих тмп еще одна тмп то ну так бывает а вследствие того что много надо делать всего и примеров то эти тмп разрастаются короче распаковал я это и надо импортнуть этот проект сейчас мы импорт нём жалко что не пошаговое создание жалко жалко плохо ну и в примере я думаю первая наша игра мы там будем пошагово это делать и так что у нас за пример давайте я запущу сначала запустим эту сцену я нажимаю вот мышкой и появляются вот такие кружочки шары да для которых работает модель столкновений какая-то физика этим всем двигать и так понимаю нельзя хорошо чем суть тогда вот это вот обучалки так импорт нули мы что нужно дальше этот проект содержит две сцены шары и мэйн сэн так давайте где есть мэйн есть стены а где шары а шаром я не вижу не вижу не никак я не вижу этих шаров так подождите вот есть ага есть нашел вот здесь у нас располагаются наши сцены наши картинки теперь смотрим есть есть у нас сцены где ваш шаром вот вот сцена и вот есть у нас основная сцена на основной сцене у нас вот это какие-то стены а есть еще вот шар что из себя представляет шар так написано блин заварюсь сцена шара использует rigid body 2d давайте rigid body 2d где она его использует где я это могу увидеть где сейчас я найду нашел так я выбираю сцену я выбираю сам объект шар да вот он и да блин он выбран да и вот здесь у нас rigid body 2d что это такое в документации написано что это используется для для того чтобы короче было физическое поведение в то время как главная сцена main сэн использовать static body 2d давайте возьмем и возьмем стену какую-то из стен и как мы видим здесь static body вот это статические объекты а это динамические так понимаю которые могут да там падать летать прыгать и все такое и вот здесь нас как мы видим есть набор характеристик но в данном случае это 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 вес а вот смотрите трение friction масса гравитация и все такое для статической сцены есть только трение баунс черту баунс не знаю ну логично да только трение массы как бы нету она и не нужна так как это статическая сцена и так идем дальше дальше говорят откройте главную сцену и выберите root нот открывая главную сцену и выбрал root нот дальше 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 мы хотим добавить нам нужно на хотим добавить экземпляр шарика до сцены как ребенка главной сцены так нужно кликнуть вот сюда вот ну и так понимаю вот это выбрать балл до выбираем где тут одет от окей а вот он open есть сделал а и вот он добавился вот здесь я так понимаю можно будет добавлять окей я понял значит надо таким образом мы можем на главную сцену добавлять сразу же еще там куча объектов так так нажмите play ну это логично что сейчас у нас появится шарик и он упадет все понятно значит таким образом таким образом а тут много шариков возможно можно их продублировать вы можете много что нам надо сделать кликинг он забал инген принц хорошо выбираю нажимаю контроль d2344 есть вот можно много шариков сразу добавить хорошо так и давайте запустим запускаем и вот у нас 4 шарика но это все понятно 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 а смотрите для каждого шарика это уже каждый дельный объект мы им сразу же можем выбрать к примеру массу давайте для этого массу единичку поставим ой я как бы а нельзя и масса давайте массу 10 не что-то тут давайте 100 что ли они друг от друга зависит ладно а трение 0 5 давайте запустим это вот этого шарика трение чуть-чуть не такое как у всех да как мы видим виде он еле-еле катится этот уже скатился а у этого неестественном давайте сначала все будет по умолчанию так и так тут уже чуть-чуть в этом в этом в этом руководстве ничего нам тут надо дальше сделать а ред откройте этот шарик и измените свойства баба лбанс баланс я уже перевел что это такое бонса там подпрыгивать что-то такое так ладно давайте bounce давайте выберем для вот этих bounce едини единичку для тебя bounce двоечку надо enter нажимать давайте двоечку а нельзя нельзя больше чем единичка вот ты блин ладно тут давайте уменьшим смысле а 02 что-то а можно и запустим но ничего-то я думаю сверху длительную здесь не видим разные вот коэффициенты вот он подпрыгивает они прыгают скачут что неестественно да то есть эти более естественно шарики упали и так и на чем же заканчивается сегодняшний сегодняшний урок а вот ни на чем реверта можно вернуть значение по умолчанию хорошо что тут еще что тут еще давайте выберем наш шарик и посмотрим скрипт в скрипте в скрипте в скрипте если клик вот input иван то но я думаю к самим скриптом мы еще доберемся это я думаю все будет а вот то 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 мы создаем вот но новый новый шарик это понятное дело если мы клика весь получаем иван клика вот как говорилось до предыдущей части но не предыдущей части документации как каждый объект каждая но да каждый узел может получать какие-то события на каждом кадре соответственно вот вот это я понимаю как раз и демонстрация мы кликнули вот мы обработали клик этот я думаю в документации можно почитать кстати почитайте не смотрите следующее видео а попробуйте здесь что-нибудь помодифицировать чтобы только левой кнопкой к примеру можно было добавлять когда мы нажимаем только левую кнопку так что у нас в главной сцене они чё одинаковые до представляете себе полностью одинаковые скрипты онлайн док давать еще классным что у нас получится наверно сейчас будет браузер открываться классы классы можно посолить но я думаю об этом все по порядку ладно давайте на сегодня все что-то так жиденько получилось но но зато по честному первый запуск и первое знакомство так это я уже закрою вот поэтому всем спасибо за внимание подписывайтесь делитесь этим видео если у вас видели вы где-то к примеру тоже вот такие вот подобного рода движки для которых есть какие-то туториалы какие-то там руководства да как создать how to вот то пишите при возможности если будет время то обязательно попробую разобрать вот в режиме реального времени то есть не знакомясь сам сидеть и колупать вместе с вами поэтому всем спасибо за внимание еще раз подписываемся делимся ставим лайки и комментарии всем пока